Добрый день, поздравляю вас. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Спасибо вам. В это невозможно поверить, но нене Кузьминичной Сорокиной 9 декабря исполнилось 100 лет. С поздравлениями у нее в гостях мэр Владимир Шарыпов с письмом от президента, близкие и друзья. В войну она была медиком. Начинала с госпиталя в Иванове, дослуживала уже под Берлином. В 1946 году помогала в Польше раненым советским солдатам, которых нельзя было транспортировать на родину. Я была на фронте все время, до последнего. Даже я уже почти в 1946 году приехала, в начале 1946. Только меня отпустили, потому что под Рембертовым, под Варшавой я оставалась, меня оставили на долечивании нетранспортабельных. А потом все-таки кое-как я выбралась. В мирное время Нина Кузьминична тоже помогала людям. Около 40 лет она работала в спортивном диспансере, лечила и ставила на ноги чемпионов. Да и сама всегда занималась спортом. И буквально до недавнего времени выходила на пробежки. Так незаметно для себя и добежала до вековой черты. Это секрет. Сын у меня хороший, он мне помогает. А потом, по всей вероятности, спорт помог. Все время я занималась. И сейчас я вот только что упала. После падения мне плоховато. Вот так. А так я и до сего времени. Ходили мы с Виралией на стадионе «Локомотив». Близкие Нины Кузьминичны считают, что секрет ее долгих лет в волевом характере. Она сильная женщина, всегда отдавала себя без остатка. Будь то работа, семья или война. И вот он снова прозвучал в лесу прифронтовом. И каждый думал и мечтал о чем-то дорогом. И каждый думал о своей, припомнив ту весну. И каждый знал, что дорога к ней ведет через войну. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.